Я уверен, наверняка следующего докладчика многие из вас знают в лицо и наверняка слышали про его компанию, потому что она входит не просто в десятку, а является одной из самых крупных веб-студий в России. Встречайте, пожалуйста, Александр Богданов, Агима. У Александра есть уже микрофон. Мне осталось передать только кликер. Так. Прошу. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Богданов Александр, да? Скажите вообще, кто из вас здесь бизнес-оунер или наемный топ-менеджер студии, агентства, вообще, не знаю, как еще это называть, digital. Все? Кто вообще, кто работает в агентствах, давайте так, в студиях. Ну окей, хорошо. А что остальные делают тогда? Online Facebook. В общем, надеюсь, что те, кто не работает в агентствах, вам тоже будет чуть-чуть полезно послушать, что я сегодня буду рассказывать. Ну в общем, сегодня моя часть рассказа посвящена стратегии. Стратегии в бизнесе. В первую очередь стратегии в том бизнесе, которым занимаюсь я. Это бизнес веб-разработки, мобильной разработки, бизнес продакшена, так скажем. В общем-то, я вижу огромное количество компаний и огромное количество лидеров этих компаний, которые куда-то бегут и точно не могут ответить куда. Вот я из тех, кто может ответить, куда бежит, и для этого я просто иногда сажусь и думаю, куда же я бегу. Так вот стратегия – это тот продукт, который ты получаешь путем того, что ты садишься и думаешь. Вот я советую всем, кто управляет проектами или управляет компанией, в первую очередь компанией, тратить больше времени на то, что садится и думать, что и для чего мы делаем. Давайте чуть подробнее. В общем-то, когда-то я для себя решил, что я должен построить компанию номер один на рынке. Смотрите, этот 100% тайминг не уложится, поэтому мы скорее всего в 16.05 закончим в лучшем случае. Что нам нужно? Погромче. Так вот, что я построю компанию номер один в том сегменте, в котором я буду работать. Меня не устраивает номер два, меня не устраивает номер три, я должен быть лидером. И, собственно, вся стратегия, о которой я буду рассказывать, она посвящена тому, чтобы стать номер один в сегменте, в котором вы хотите работать. Если вы просто хотите стать лучше или вы, например, хотите стать игроком номер два, то вам будет не полезно то, о чем я буду рассказывать. Так вот, собственно, одна интересная история, я сейчас о ней расскажу. Она посвящена тому, что для того, чтобы стать лидером в какой-либо нише, вы никогда не должны смотреть на лидеров этой ниши. Вы должны смотреть вообще за рамками ниши. Ну, по большому счету, если говорить, например, о рынке веб-разработки, вам не надо метить в лидеров рынка веб-разработки, вам надо метить за рамками этого рынка. Этот рынок для вас должен быть чем-то вторичным, а что-то, чего хотите добиться вы и к чему вы идете, должно быть больше. Только так вы сможете стать лидером. И вот я расскажу на примере. Я на самом деле в меньшей степени занимаюсь работой и в большей степени занимаюсь тренировками. Я уже на протяжении пяти лет тренируюсь активно к соревнованиям Ironman. Я уже прошел три полных Ironman и где-то восемь половинок. Сейчас в рейтингах различных мировых в России я в своей age-группе номер один последние несколько лет. Да, спасибо. Вот. Но для чего я это вам говорю? Я заметил одну интересную особенность. Каждый раз, когда я планирую свою следующую гонку, когда я к ней готовлюсь, усиленно готовлюсь. Вот сейчас, в частности, я готовлюсь к Ironman чемпионату Африки, который пройдет 15 апреля. И перед тем, как я начинаю подготовку к этой гонке, я внимательно взвешиваю весь расклад предыдущих несколько лет. Кто выиграл, какие были показатели по времени, значит, в плавании, в велосипеде, в беге и так далее, какие были транзитки. Ну, в общем, все-все-все детали внимательно по лидерам я разбираю. И дальше мечу себе тот результат, которому я должен подготовиться, по примеру, предположим, там, первого, там, или второго, или третьего, неважное место, того места, которого я хотел бы добиться. Так вот, я для себя сделал один простой вывод. Каждый раз, когда я пытаюсь равняться на лидера, я не выигрываю. Потому что каждый раз, когда я равняюсь на лидера, я приближаюсь к лидеру прошлого года, но меня всегда обгоняет тот, кто метил выше этого лидера. Кто лидера этого не учитывал. И поэтому я сделал простое одно правило, что если ты просто копируешь план победителя, то ты уже проиграешь. Потому что будет тот, кто даже не смотрит на этого, на победителя, тот, кто сразу знает то, чего он хочет добиться, тот, кто метит выше, чем этот лидер, и с ним ты никак не сможешь тягаться, потому что ты его не знаешь. На самом деле самое простое правило и самое частое правило, которое я встречаю в разговорах с людьми, с управленцами других студий и так далее, это самый банальный страх. Люди реально боятся каких-то жизненных вызовов. Вот я здесь буквально час назад ребятам пример рассказывал, когда лет 6 назад мы решили стать большой студией, а мы были очень маленькими тогда, мы как все начинали с первого сайтика за 300 баксов. Собственно, я говорю, что нам надо срочно выступать на конференциях, чтобы быть лидерами мнений, потому что если мы будем лидерами мнений, нас будут все слушать и тогда мы, значит, будем крутые. И говорю, срочно все подготовьтесь, там вот есть такая конференция, риф. Вот на риф все наши топы должны, значит, выступать. Проходит неделя, две, что-то никто не готовится. Я опять прихожу всем, говорю, вы что, не хотите стать лидерами? Еще неделя проходится. Потом начинаю с ними разбирать, они говорят, слушай, ну мы же ничего не знаем, ну по сравнению с теми ребятами, которые там реально выступают. Они же такие умные вещи говорят, они реально разбираются. Вот. На самом деле это банальный страх, потому что люди на конференциях не рассказывают какие-то свои сокровенные знания, которые они так долго учили, значит, и так далее. Они рассказывают свои жизненные истории, они рассказывают опыт через свою призму восприятия. И вам он нужен для того, чтобы чуть-чуть расширить свой кругозор. Поэтому неважно кто и что рассказывает, главное, что это будет что-то новое. Вот. Это вот борьба была с таким страхом, который возникли у моих ребят при выступлениях. Такие же страхи возникают иногда на проектах. К нам приходит проект, много десятков миллионов, садится команда и говорит, как мы это сделаем? Как мы запустим этот проект? Ведь никто раньше там в России подобный проект не делал. И каждый раз, когда это возникает, вот я вспоминаю различные челленджи, действительно серьезные. Ну вот я люблю там иногда по Discovery и еще по каким-то каналам смотреть различные передачи, как там строится. Там, я не знаю, грандиозный мост какой-нибудь, который еще помимо моста, он еще и огромный туннель. Вот. Или какие-то супер здания. Я говорю, пацаны, вы что, серьезно? Здесь ребята, блин, мосты строят за сотни миллиардов долларов, значит, за три года. А мы сайтик какой-то не запустим? Я говорю, вы чего, серьезно? И разве это сложно? Или там, я не знаю, эти управляемые ракеты возвращают, которые сами приземляются обратно. А мы сайтик запустить не можем. Да, мы первые в России. И что в этом сложного? Вот каждый раз, когда мы свои страхи и челленджи сравниваем с чем-то действительно грандиозным, мы опускаемся на землю и понимаем, что ничего на самом деле в этом страшного нету. И в эти авантюры можно и нужно встраиваться. Самое интересное, что многих, когда спросишь, что является лидерством, ну, например, кто является лидером, у кого что, больше всего денег? Или, например, может быть является лидером тот, у кого основное признание, чьи работы считаются самыми крутыми? Или, может быть, тот игрок, который влияние на рынке максимальное имеет? Вот поэтому споры о том, кто лидер, бесполезны, если вы не пытаетесь по всем трем осям развиваться. Вот я для себя три оси таких вижу. Первое – это признание на рынке. Баг. Мигает. У всех или только у меня? Значит, первое – это признание на рынке, что подразумеваю под признанием. Люди должны верить, что вы номер один. Люди должны вас считать номером один. Есть огромное количество инструментов, на которые вы можете влиять. Ну, такие как рейтинги, участие и лидерство, председательство в различных профсообществах. Конечно же, это мнение и отзывы клиента. Но, в общем, признание – это один из векторов, которые нужно постоянно учитывать и на которые нужно ориентироваться. Второй вектор – это влияние на рынок. Просто если тебя любят, тебя знают, а ты не умеешь этим управлять, ты не можешь влиять на то, как формируется рынок, на то, как он растет. Ты не можешь себя считать лидером. Если кто-то управляет рынком, на котором ты хочешь быть номером один, ты никогда на нем не будешь номером один. Поэтому я вижу второй вектор – это влияние на рынок. И мы этому уделяем тоже огромное внимание. СМИ. Ты должен знать целый круг СМИ, через которых ты будешь доносить свои взгляды, свою миссию, свои идеалы, свои работы и так далее. Это различные конференции, которые ты для себя считаешь ключевым. И на этих конференциях ты обязательно должен присутствовать. В частности, Агима, если вы посмотрите на ландшафт всех IT-конференций в России, мы обязательно участвуем как спикеры, зачастую мы участвуем как модераторы, часто мы участвуем как организацией целых секций. Если вы посмотрите, например, за теми секциями, чьей организацией мы занимаемся, вы сразу увидите параллель с теми направлениями в бизнесе, которые мы в первую очередь качаем. Ну и вообще, помимо, собственно, самих конференций, это как бы ваш рупор такой, да, есть еще и, конечно же, целый ландшафт студийный. Вот я знаю, знают здесь все, я думаю, многие знают про партнерскую сеть Агима, да. Вот партнерская сеть Агима на данный момент самая большая партнерская сеть у студий. И да, конечно, мы за счет нее зарабатываем, но основные цели не эти. Основные цели влияния на рынок за счет этой партнерской сети. Если у нас есть 400-500 партнеров, таких же, как мы, студий, чьим мнением, чьими целями мы можем управлять, на чьи цели мы можем влиять, то мы фактически влияем на рынок, потому что туда мы отбираем лучших игроков на этом рынке. Ну и, конечно же, третий вектор, я считаю, он ключевой в развитии и в измерении того, лидер вы или нет, является, конечно же, бизнес-показатели. Оборот компании, прибыль компании, штат, ну и другие различные бизнес-показатели. Какой бы вы крутой компании не были, какие бы крутые вы работы не делали, как бы вы, значит, мягко не стелили, значит, ваши рассказы на различных конференциях и так далее. Если же у вас мало бабла, то вы лидером долго не сможете быть. Вот. Значит, расти нужно по всем трем отраслям. Если вы действительно хотите внимательно заниматься в стратегии, то нужно мерить и динамику роста по всем этим отраслям. Ни в коем случае не забывать ни про один из векторов. Значит, первое правило, с которого я начал рост и которое рекомендую всем, это как только вы решили, что вы хотите стать лидером, скажите, что вы лидер. Вы должны сразу себя начать вести как лидер, сразу себя позиционировать в лидерах и сразу же делать все, что делал бы лидер. Вот с этого начинается движение на самом деле наверх. Потому что я видел огромное количество прецедентов на нашем рынке, когда ребята себя изначально называли не лидерами. То есть, например, мы там, вот я помню отличные истории, у нас есть CMS-ка номер один, какая в России, кто скажет? CMS-ка номер один. Bittrex, отлично, конечно же Bittrex. Когда-то была такая история, когда была CMS-ка номер два. Вряд ли кто-то ее сейчас назовет, а может быть кто-то назовет, но кто-то назовет другую, но неважно. Была CMS-ка номер два. Я помню, мы с одним из моих очень хороших друзей, он тоже руководитель одной из студий, ехали в поезде, вместе выпивали, и он мне говорит, он, кстати, очень неплохой пиарщик, я его как пиарщика уважаю, но он мне говорит, мы партнер номер один, CMS-ки номер два. Это, конечно же, офигенно. Я тогда не был партнером номером один, CMS-ки даже номер три. И партнером номер пять не был CMS-ки один или два. Но я понимал, что если я себя буду позиционировать как лидирующий партнер игрока номер два, я никогда не смогу себя назвать игроком номер один. Поэтому никогда не говорите, что вы второй или третий. Вы можете быть только первым, потому что первые получают гораздо больше. В сотни, в тысячи раз больше, чем вторые. Теперь поехали к тому, собственно, как же стать этим первым. Вот интересную стратегию я для себя когда-то изобрел. Что первым-то можно быть в разных нишах, верно? Ты можешь быть, вот если помнят некоторые здесь, Агима была когда-то лидером в разработке адаптивных сайтов. Изначально себя так начали позиционировать. Ниши адаптивных сайтов еще не было. Мы по большому счету ее раздули, эту нишу, чтобы стать в ней лидером. Потому что мы еще были маленькие, но для того, чтобы стать лидером в целом, нам нужно было стать как минимум лидером в одной из ниш. Потом мы начали говорить про продуктовую веб-аналитику. Мы начали смотреть на большие данные, на Google Analytics Premium, и мы начали пытаться мерджить это, собственно, с продакшеном. И в какой-то момент нам прямо в гугле на одной из встреч говорят, что, слушайте, а вы знаете, что вы единственный в Европе продакшен с компетенциями веб-аналитике? И мы говорим, круто, значит мы номер один в веб-аналитике продуктовой. Мы стали лидером в еще одной нише. Ну и так далее. До этого были у нас, я помню, мы начали делать… Ну, самый простой пример, это когда ты сделаешь, если говорить про сайты, например, сайт кому-то. Вот мы сделали в 2007 году сайт страховой компании одной. Потом менеджер этой компании пришел в другую страховую компанию. Мы сделали им тоже сайт. У многих, наверное, такая история была. Так вот, третий. И когда мы сделали сайт тремя страховым компаниям, что мы сказали? Мы лидеры в разработке сайтов для страховых компаний, правильно? А кто нам мог возразить? А потом пришел банк, второй банк, и мы сказали, так, мы лидеры разработки сайтов для страховых компаний, для банков, а значит мы лидеры в разработке, внимание, финансовых сайтов и так далее. Так вот, как только ты смог себя назвать лидером в целом ряде ниш, ты можешь их замерзжить и сказать, а теперь-то я в целом лидер, правильно? Попробуй возрази. Если я не лидер, тогда кто лидер? Давайте поспорим. Понимаете, да? Так вот, в общем, наша деятельность на пути к лидерству всегда состояла из того, чтобы искать ниши, создавать ниши и становиться в них лидерами. Мы понимали, чем больше ниш мы таким образом освоим, тем ближе мы будем к пьедесталу. Еще одну интересную вещь, которую я заметил, что когда ты растешь, у тебя, собственно, появляется аппетит, он становится больше, и ты в какой-то момент хочешь уже в существующей нише стать лидером. И, собственно, это возможно. Здесь есть два пути. Первое. Ни в коем случае не копировать. Я еще раз всех к этому призываю. Вернее, копировать всегда нужно, воровать идеи нужно, но не для того, чтобы стать лидером. Но чтобы стать лидером, копировать лидеров нельзя. И просто тупо в лоб идти тоже нельзя. Ну, например, ты взял своего лидера, посмотрел, по каким критериям он лидер, а теперь я по этим же критериям должен стать круче, чем он. Не сработает. Пока ты будешь его догонять, он будет убегать вперед. Это бесконечная гонка. Поэтому, собственно, я для себя определил два пути. Первое. Общий принцип у этих двух путей есть. Это, собственно, по большому счету внимательно анализировать как раз все конкурентные преимущества основных моих конкурентов и то, что они упускают. Потому что именно на основе этого я буду отстраивать свои. Сейчас объедню как. Первый путь достаточно хитрый. Ну, например, Агима лидер в нише веб-разработка. И вдруг у меня появляется аппетит, а не попробовать ко мне поиграть в чуть-чуть меньшей ниши, но достаточно заманчиво. Например, мобильная разработка. Что я делаю? Я начинаю играть в нише мобильной разработки, но, естественно, я меньше, чем мои конкуренты в нише мобильной разработки. И чтобы стать лидером, мне по большому счету надо объединить эти две ниши. Мне нужно сказать, что на самом деле нету грани между мобильной разработки и веб-разработки. Есть достаточно аргументов в эту пользу. Адаптивные сайты, я, например, с этого в мобильную нишу пришел. Адаптивные сайты могут заменить мобильное приложение по определенному ряду критериев. Адаптивные сайты могут выполнять все функции, которые может выполнять мобильное приложение. По большому счету вам нужно мобильное приложение в небольшом количестве случаев. В результате я уменьшаю важность мобильных приложений на рынке с помощью различных рупров, о которых я говорил раньше. Продвигаю идею того, что нету деления между мобильной разработкой и веб-разработкой. И говорю, что есть просто разработка. А раз мы лидер более крупной нише веб-разработке, то кто становится лидером в целом в разработке? Конечно же мы. Поэтому одна из стратегий – это объединение ниш. Входите в нишу, уменьшаете ее значимость, проповедуете это, объединяете, становитесь не лидером. И второе – отстраивать компетенцию, которая у конкурента, например, более слабая. Возьмем пример с той же ниши мобильной разработки. Лидер в нише мобильной разработки имеет действительно серьезные конкурентные преимущества в части дизайна. Но сама непосредственная разработка и интеграция отстроены у них сильно слабее. Соответственно, когда я буду создавать лидера, я не буду даже пытаться отстраивать настолько же сильный дизайн. Мне это будет слишком дорого стоить. Я вложу те же самые средства и буду отстраивать сильную разработку. И когда я отстрою разработку сильнее, чем у этого конкурента, я должен начать проповедовать, что на самом деле в мобильной разработке первичная разработка, а не дизайн. А у нас самая сильная разработка. А это значит, что мы лидер этого рынка. Понятно, да? Поехали дальше. В принципе, для того, чтобы все это сделать, о чем я сейчас рассказываю, вам очень важна одна вещь. Вот час назад мы на круглом столе обсуждали методики ведения переговоров. И один из коллег сказал, что он рассказывал прецедент в рамках холодных продаж, как ему пришлось уговаривать одного из клиентов, собственно, купить консультант плюс. Холодные продажи не секси. И они достаточно сложные. А вот теплые продажи офигенные. Когда к тебе люди идут, и они хотят с тобой работать, и они хотят у тебя покупать, это же клево. Поэтому я для себя в какой-то момент понял, что если ко мне стоит очередь, значит у меня все хорошо. А если ко мне очереди нет, значит у меня все плохо. И поэтому основной точкой усилий для себя я сделал создание очереди. То есть у меня всегда должна быть очередь. На крутые автомобили, я не знаю, на редкие, на них всегда есть течень. Недавно я здесь прочитал про этот новый Bugatti Veyron, уже вторую версию, которую они выпустили. Они ее только в 2020 году с конвейера выпустят. Но уже все машины раскуплены. Вы представляете? Я не хочу себе покупать Bugatti Veyron, у меня не хватит на это средств. Но тем не менее мне нравится такой подход к бизнесу. Когда ты создаешь продукт, который покупают раньше, чем ты его создал. На самом деле это не так сложно сделать. С многими, с кем я общаюсь, из руководителей студии, агентств, они говорят, что, слушай, ну вот, я говорю, тебе нужны еще заявки? Они говорят, не, 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 мне заявки не нужны, мне уже хватит заявок. Тебе никогда не может хватать заявок. Никогда. Если ты хочешь расти, у тебя должно быть заявок в сотни раз больше. Спрос на тебя всегда должен быть больше. Поэтому, вот я это назвал, хвост заявок, у тебя всегда должен быть хвост и заявок, которые лишние. Подключай любые инструменты. Вон, партнерся с Агимой, входи в партнерку Агимы, получай от нас лиды. Я не знаю, партнерся с различными там инфорсами, еще кем-то, не знаю, да. В общем, все каналы используй, чтобы лидов было много. Не ограничивай себя в пиаре, в рекламе. Лидов всегда должно быть много, потому что, когда хвост длинный, из заявок с ним уже можно интересно поработать. Ну, во-первых, можно выбирать те, которые тебе интереснее. Второе, наиболее важное, можно выбирать тех, с кем ты можешь работать долгую. Потому что я, например, для себя просчитал, каким бы, на первый взгляд, выгодным контракт не казался, если это разовая работа, то есть это сделал сайт и забыл, или на поддержку налегко его перевел, она неинтересна, она никогда не принесет реального дохода. Себестоимость продажи, особенно продажи большого контракта, скажем, на много миллионов, она настолько дорогая, что просто разовый контракт никогда не окупит тебе эту историю. И второе, что очень сложно масштабироваться разными контрактами. Вот ты построил конвейер, вот он выпускает определенное количество, не знаю, сайтов в месяц, да? Попробуй в пять раз вырасти, это сложно. Если ты в одного клиента углубляешься, вокруг экспертизы одной команды, проще масштабировать всю команду, все производство вокруг этого клиента. И вот как раз я перехожу к этому пункту, интеграция в клиента. Мы в какой-то момент поняли, что самое важное топливо для развития – это способность интегрироваться в клиента. Нам для этого пришлось поменять всю орг структуру компании. Ну, расскажу в двух словах, как она выглядела раньше. У многих здесь, может быть, таким образом она и построена. И как она выглядит сейчас. У многих тоже, может быть, таким образом построена, но я призываю как раз к второй модели. Как мы работали раньше? У нас был отдел продаж. Неважно, по каким каналам – теплым, холодным. Короче, мы получали лиды, они их обрабатывали, они заключали контракты, и это был их KPI. Контракт заключен. Они получали свое бабло. Ну, или там первый аванс перевели, неважно. Значит, следующее – производство сайтов. У нас был отдел, продакшен мы его называли. Он производил сайты. Там, соответственно, шел сайт, его делали. После того, как он закончен, его выплевывали. Если нам повезет, его выплевывали в третий отдел. Отдел поддержки. Где тоже сайтом занимались из месяца месяц. Были какие-то абонентки там и так далее. Так вот, что в этой системе было неправильно? Первое. Люди, которые продавали, были заинтересованы только в бабле, которая сейчас придет. Они могли наобещать клиенту то, что потом расхлебывал продакшен. И это происходило всегда. В принципе, из-за этого всегда отдел продаж был главными врагами, собственно, всей компании. Они злодеи, которые ходят в пиджачках и в галстуках, ни черта не понимают, только умеют бабки считать. Так думало все производство. Значит, как только сайт поступал в производство, он уже, получается, поступал с проблемой. Причем самая важная проблема была коммуникационная. Клиенту наобещали, делают другие пацаны. Сразу видно, что эти ребята-то, собственно, не виноваты. Обещали-то другие. Уже вот такая коммуникация. Ты с одним человеком поработал на преселе, и совсем другие тебе делают работу. И как только сайт выпущен, куда его отдают? В поддержку. В поддержке всегда менее квалифицированные люди, чем в разработке. Все это знают. Соответственно, только намучились нормальными ребятами, ты тут же джунам отдаешь проект. Фактически ты говоришь клиенту, все, пока. И ты его выкидываешь из компании. При такой архитектуре невозможно долго работать с клиентом, наращивать обороты по нему. Поэтому что мы сделали? Мы первое, убили весь отдел продаж вообще. И второе, убили весь отдел поддержки. Оставили только производство. Но производство у нас выглядит следующим уровнем. У нас есть две сферы. Первая сфера менеджерская. Мы называем ее аккаунтские группы. У нас есть 4 аккаунтские группы. В каждой аккаунтской группе живет от 5 до 7 менеджеров, которые ведут проекты. И вторая сфера – это производство. Собственно, цех программирования, цех дизайна, цех проектирования. То есть там чисто производственники трудятся. Мы масштабируем цеха и масштабируем группы аккаунтские. Но все это происходит одновременно с масштабированием клиента. То есть понятно, клиент попал в группу, он с первого дня работает с директором этой группы, с синиер-менеджерами, с какими-то другими менеджерами. Более простые задачи он коммуницирует с этими, более сложные с этими. Но он всегда живет с одними и теми же людьми. И именно эти люди всегда отвечают перед ним. Вот такая вот архитектура позволила нам значительно более длительные отношения иметь с клиентами, благодаря чему здорово вырасти. Важные критерии, которые, собственно, стоит учитывать, наверное, все о них знают, это сроки и качества. Но в общем сроки и качества – это самое главное, на что нужно ориентироваться в проектах. Больше ничего нет. И здесь есть маленькая особенность. Если качество – это достаточно субъективная сущность, вы понимаете, кто-то говорит хорошо, кто-то говорит плохо. Я помню, недавно мы встречались с одним из руководителей студии топовой мобильной разработки. И он мне что-то рассказывает про какой-то проект. Я говорю, блин, но проект же некачественный. Он говорит, Саш, да мы все на рынке говно делаем. Все. Поэтому не надо здесь спорить, качественно, некачественно. Но надо просто смириться, что это такая работа. Я не призываю никого делать плохо. Я это говорю к тому, что качество – это штука субъективная. О ней можно спорить. А сроки – это штука объективная. Поэтому как только начинаются споры, а что первично, сроки или качество, всегда первичны сроки. Сроки должны быть прописаны в договоре. На сроках, на выполнении сроков должны быть устроены ваши бизнес-процессы внутри компании. Сроками нужно апеллировать в первую очередь в любых коммуникациях. Внутри компании или снаружи с клиентом. А вот качество – это штука, которую невозможно прописать, о которой невозможно долго дискутировать. Единственный способ, как я у себя в компании понял, можно культивировать качество – это на уровне культуры компании. Все должны хотеть делать хорошо. Должно быть невозможно делать плохо. То есть организм, компания, она не может позволить себе делать некачественно. Если кто-то делает некачественно, организм его просто вытолкнет из системы. Он не нужен, он не может в этой культуре жить. Поэтому необходимо постоянно культивировать внутри компании вот эту установку, делать качественный продукт. Прописать это как-то по-другому невозможно. Еще важную интересную штуку, которую я увидел через какое-то время, особенно когда мы начали сосредотачиваться на длине хвоста, я понял, что, собственно, клиентов очень много. И спрос на наши работы сильно превышает предложение. Поэтому масштабироваться за счет увеличения объемов, которые мы можем переварить, мы сможем легко. А вот единственным способом действительно масштабироваться и брать эти объемы являются, собственно, единственным ограничителем, являются сотрудники. На самом деле с каждым годом все сложнее и сложнее нанимать, сохранять динамику по найму. На данный момент у нас в Москве трудится 120 человек, и так по всей России еще в районе 200 людей, которые трудятся на Агиму. Так вот, как нам продолжать удваиваться? Нанимать еще 300 человек в течение одного года – это невозможно. Поэтому самая основная история, которую мы делаем, это пиар нацеленный на сотрудников. Мы не пиаримся больше на клиентов. Клиенты и так нас заметят. Пиар на сотрудников, HR-бренд, различные внутренние истории и так далее. Мало того, в какой-то момент ты понимаешь, что самое главное для того, чтобы люди выбирали тебя в качестве работодателя, является тот багаж знаний, который ты им можешь дать. Поэтому мы начали на себя брать различную миссионерскую такую образовательную функцию, участие в образовательных мероприятиях. Мы открыли свою Агиму-университи, где мы очень узкий круг особо талантливых людей обучали в прошлом году веб-аналитики и проектированию. В этом году будем обучать тим-ридингу и сложенному пиемству. Соответственно, как только ты начинаешь людей учить и учить интересным вещам, они хотят вместе с тобой работать, особенно если они видят, что у тебя большие цели и амбициозные планы. Еще важная история, которую многие не делают, это увольнение людей. Я считаю, что увольнять людей обязательно нужно, и это нужно делать постоянно. Вы знаете, что для того, чтобы росла новая свежая трава, выжигают старую траву часто, особенно в такие года, когда это особо необходимо. Становится более благородной почва и так далее. Так вот, в компании то же самое. Возможность получить новых талантливых людей появляется только тогда, когда ты вырезаешь старых, застоявшихся, неэффективных людей. Неэффективные люди тормозят развитие. И самое главное, что это как зараза. Как только качественные, клевые люди видят вокруг себя человека ленивого, человека неамбициозного, они быстро очень заражаются, они становятся такими же. И тебе приходится уже выжигать сразу все отделы. Есть интересная притча, есть классная книга, которая написана, называется она «Лидер племени». И там есть классная притча, когда пришел на лекцию какой-то лектор, и он говорит «Знаете, почему моя жизнь дерьмо? Потому что я здесь вот вам все это сейчас рассказываю, мне вообще это в ламах так все делать. А вот твоя жизнь почему дерьмо?» Ну и человек ему отвечает, значит, «А моя жизнь дерьмо, потому что я тебя здесь слушаю, сейчас сижу». Он говорит «Круто, давай, твоя жизнь почему дерьмо?» И вот они так по кругу идут. И всегда находится человек, который говорит «Вот моя жизнь дерьмо, потому что, значит, на работе я сижу, и на работе так хреново». И он спрашивает «Почему хреново?» И в общем, когда начинается разбираться в проблемах, окажется, что на работе хреново, потому что там принтер медленно печатает, например. То есть всегда найдутся люди, которые будут чем-то недовольны, какой-то ерундой. И когда они будут говорить, как им хреново на работе, другим своим коллегам, они будут автоматически жаражать этих людей. Вот эту вещь нужно всегда контролировать и быстренько таких людей убирать. Вот мы себе поставили достаточно амбициозный план, бизнес-план, стать первой студией, агентством в России, которое сделает миллиард оборота. Мы очень близки к этой цели. Мы уже сейчас находимся на максимуме по обороту, которое пока еще ни одна студия в России не достигала. Но здесь есть одна самая важная особенность. Самое сложное, приходя к этому обороту, это масштабирование. Масштабирование с теми же темпами. Потому что в какой-то момент ты дорастаешь, я сейчас покажу график, до такого объема, когда тебе очень сложно масштабироваться, и все твое масштабирование всеми силами, оно лишь поддерживает твои объемы. Вот есть как раз в этой книжке «Лидер племени» такая тема, что один человек эффективно, ну это доказано тысячелетиями, может управлять только 150 человеками. То есть это и есть как раз племя. Больше 150 человек, все, один человек уже не лидер. Уже нужны дополнительные лидеры, чтобы строить государство, я не знаю, и так далее. Поэтому у нас, например, активно культивируются лидеры, которые есть вместе со мной. Лидеры, которые вокруг себя дополнительные племена образуют. И об этом обязательно нужно думать. Вот этот график, который я вам хотел показать. Это потолок в оборот где-то 300 миллионов рублей в год. На самом деле это потолок из студии, из тех, кто действительно продакшеном занимается, всего лишь парочка компаний преодолела. А остальных всех, которые пытались к нему подойти, даже те, кстати говоря, которые преодолели, выглядел график приблизительно вот так вот. Я его анализировал, они до него достигали, какое-то время они существовали, начинали падать по оборотам. Я долго думал, а почему это происходит? Я понял, что на самом деле, вот когда ты растешь, скажем, каждый год в два раза, когда у тебя один проект, на следующий год сделать два, ничего сложного, потом четыре тоже. А когда у тебя 500 проектов, сделать тысячу, чтобы сохранить ту же динамику, очень сложно. И когда ты думаешь, а как же масштабироваться в таких условиях, ну ладно, проектов сделать, попробуй нанять не 100, а 200 сотрудников. Я понял, что нужно масштабироваться объединениями. Входить в альянсы с компаниями, покупать компании. Заранее, до того, как ты уже почти освоил одну нишу, нацеливать себе другую нишу и начинать в нее играть, и в ней отстраиваться. Как только ты подходишь там наверху, третью, четвертую подключать. То есть ты все время должен опережать свой план. Ты уже идешь к лидерству, ты почти уже лидер, но уже думай о том, как стать лидером в другом направлении. Иначе ты динамику не сохранишь. Потому что с третьей по первую позицию времени может пройти очень много, а динамика на самом деле по бизнес-показателям очень маленькая будет. Ну и самое главное, самый главный вывод, к которому я хотел бы всех подвести. Расти на самом деле не так сложно. А вот очень сложно по ходу роста не развалиться. Я знаю огромное количество примеров действительно классных компаний, студий на нашем рынке, которых я видел за последние 10 лет. Настоящих качественных производственников, которые развалились по ходу. Они стали банкротами, как будто продались, их закрыли там и так далее. Но в общем-то вот это самая главная история. И есть здесь три особенности, на которые я хотел бы обратить внимание. Первое. Бабки. Очень важно считать деньги. Мне многие говорят, что деньги это не важно, это вторично. Ведь главное, какой продукт мы делаем, какую роль мы там играем в отношениях с клиентом и так далее. Все это брехня. Если вы бизнесмен, вам лично, конечно, могут быть ненужны деньги. И вашим сотрудникам нужны. Но если вы бизнесмен, если вы управляете вашим бизнесом, вы обязаны думать о деньгах в первую очередь. Вашему бизнесу нужны деньги. Потому что какой бы у вас крутой и роскошный Mercedes не был, если в нем закончится бензин, он никуда больше не поедет. И самая главная ваша миссия, это на ходе всего роста опережать количеством топлива движение, которое вы будете делать вперед. Вторая вещь, для которой я у себя узнал роль ее достаточно недавно, где-то год назад, это роль налогов. Я всегда думал, что такое налоги. Ну плачет их там и плачет. Оказывается, когда ты становишься достаточно большим, налоговая и все остальные, кто вокруг финансового сектора существует, становятся очень заинтересованы в твоей деятельности и начинают максимально в этом участвовать. Налоговые, УБЭПы там и так далее. И вы должны быть к этому готовы. Вот я помню, я встречался с одним банкиром в конце прошлого года, и мы с ним обсуждали различные схемы, там еще чего-то. И он мне говорил, слушай, вот ко мне недавно моя жена пришла и говорит, хотела бы открыть, значит, а он председатель банка, хотела бы, значит, открыть какой-то бизнес. Начинает ему рассказывать и говорит, слушай, можно вот по финансовой части, по оптимизации налогообложения я приду к тебе. Ты мне поможешь же? Он говорит, я тебе не помогу. Потому что если ты не можешь свой бизнес с первых дней его существования сделать в белую, то твой бизнес ничего не стоит. И он действительно ничего не стоит. Каким бы он большим бы ни был, если есть хоть маленькая вероятность, что можно к вам прийти и ваш бизнес закрыть, а это сделать очень просто, войдя через налоги. Помните, самых крутых мафиози закрыли по налоговым темам, да? У вас реально придут, заберут все деньги вашего бизнеса, заберут все, что вы лично заработали, с чем вы пришли в эту игру еще прошлой жизни, и даже могут и закрыть. Поэтому налоги важная история, и о ней нужно думать с первых дней вашего существования. Ну и третий пункт – это партнеры. Вам придется партнериться. Может быть, вы уже с кем-то партнеритесь. Вот я для себя, например, в партнерствах во всех выявил только одно правило. Очень важно, чтобы вы с этими людьми сходились с ценностями. Может быть, это банально звучит, но почему-то оно никогда не очевидно. Вот ты начинаешь с людьми работать, думаешь, окей, смотри. Ну, как я раньше думал. Вот этот человек будет закрывать вот этот вот кусок работы. Я не буду об этом думать, у нас все будет офигенно. Я вообще считал, что лучшие партнерства – это когда вот этот партнер делает вот этот кусок работы, вот этот вот этот, а ты ничего не делаешь. И такие тоже партнерства пытался устраивать. Только это все не имеет никакого значения. Даже если они будут все делать, но у вас разные ценности, вы будете постоянно ругаться, вы будете постоянно обращать внимание на какую-то ерунду и посвящать этой ерунде большую часть ваших коммуникаций. Это убьет ваше партнерство. Поэтому самое главное в партнерстве – просто общие ценности. Те люди, с которыми вы реально можете вместе молчать, париться в бане, я не знаю, что еще делать. Ну и последний вывод – это коллектив. Ничего нет сильнее вот этого костяка или, как в притче рассказывали про веник, который, значит, из разных прутьев состоит и который таким образом не сломать. Вот чем больше вы растете, тем сложнее поддерживать вот этот вот корпоративный дух. У многих здесь, наверное, небольшие сейчас компании. И мы все знаем, как в небольших компаниях такая семья настоящая. Прям не хочется с работы уходить. Реально круто, драйв. Вот у нас так тоже было. И чем больше, тем сложнее сохранять вот эту семейность. Коллектив большой, разный, все разбредаются по своим компашкам и так далее. И вот ваша роль как лидера в этой компании, несмотря на то, что у вас сотни человек, объединять их вместе. Этому надо посвятить целую часть, большую часть вашей работы. Понятно, всякие корпоративы, внутренние праздники, соревнования и так далее. Вот здесь вот на фотографии мы вручаем сотрудник года ежегодную премию, мы дарим подарки, отмечаем лучших сотрудников, мы их награждаем, потом долго это празднуем и так далее. У нас куча всяких внутренних вот таких дежук. Например, несмотря на то, что мы большие, каждого сотрудника мы всей компании поздравляем с днем рождения. Сейчас сотрудников больше, чем дней в году и нам каждый день приходится выходить с коллективом, как-то там тесниться, хлопать, поздравлять всех. И причем все скидываются на подарки друг другу. Это сплочает реально. Это очень сложно менеджерить, но это сохраняет вот эту вот семейственность и общие ценности в компании и позволяет в конечном итоге управлять движением вверх к лидерству. В общем-то все. Надеюсь, полезно. Друзья, спасибо большое Александру. Прям очень здорово. Мне кажется, на одном дыхании мы с вами пробыли это время в зале. На самом деле не осталось времени на вопросы, но не отчаивайтесь. Некоторые из вас задавали в мобильном приложении, потому что Александр с нами не прощается. Буквально через 15 минут мы продолжим здесь программу. У нас будет круглый стол, в котором примут участие Сергей Рыжиков, Роман Петров, Степан Овчинников и Александр Богданов. Друзья, у нас с вами есть 15 минут на перерыв, даже 14, и ровно в 16.30 мы продолжаем нашу программу.